Мы подрались, ничего страшного с министром, не с министром, ничего страшного. Он тоже был простым человеком. Был простым человеком. Народный депутат должен работать для своего народа. Все, вы выбираете нас, хоть по жаритарщикам, хоть по партиям. Приходит никого не... Сегодня исторический день, чтобы в зале были люди, которые сессию закрыли, чтобы правильно понимать. Понимаете, Шахтёров проголосовали, и Яровля как-то разговаривали. Вы что не решили? Все, проголосовали два закона. Подождите, акцесс какой? Да нет, пока законы в первом чтении проголосовали. Мы проголосовали, два года не было. Не было два года. Правильно, когда не перекрыли движутку, чтобы выхерить, а было? Правильно. Пока не рассказали, как правильно сделать. Выходить можно все, что хочешь. Ну, должен грамотный человек рассказать, что нужно правильно. Хорошо, принято в первом чтении. Сейчас, сейчас уйдете на каникулы. О! Ну что, ребята? Ей министр приходил. Спасибо. Спасибо. Большое вам спасибо. Ребята, знаете, когда говорят, что он ничего не делает, тут еще раз говорю. Если бы не ваше объединение, не объединение сегодня европляхеров, никто бы ничего не проголосовал. Был бы пустой зал. Именно люди, народ решили этот вопрос сегодня. Именно сегодня профсоюзы, волонец, который был с вами постоянно рядом, решил вопрос. Именно вы сегодня тех, не народные депутаты, которые голосовали. Именно народ решал задачу зарплаты шахтерам, которые они обязаны получать. Зарплату накормить детей, главное. Дать счастье, чтобы человек имел свой маленький автомобильчик, вот этот, на котором вы можете ездить. Не на Запорожце, не на Волге, на старом, в котором колесо отваливается, а на Нормаль, Ауди, Фольксваген, Форд, на котором может любой купить его правильно и решить задачу. А теперь бы за что купить? Зарплаты теперь пусть оплатят сначала. И, конечно, тот, кто подавал 83-62 закон в Бондарь, получается, не важно от какой партии он там, от БПП, Народный фронт, либо Наш край, получается, но он, главное, провел его, проголосовали в Бешкорде, проголосовали. Это самое главное. Сергей Владимирович, позвольте к вам задать вопросы, потому что это структура из печальной автостики. Есть несколько вопросов, на которые мы не получаем ответа. В Лисичанце угле, вне ранее, директор подал на увольнение всех, кто бастовал. Сказали, что не уволят. Но сегодня независимый профсоюз не дал согласия на их увольнение. Я сейчас ходил и разбирался. Потом дальше 100 человек на сокращение. Я же Гройсману подошел, сказал, что уволят, мы его накажем. Если уволят шахтеров, которые бастовали на шахте Капустина, а там Носовь нашлен профсоюзом... Я в понедельник буду там. Не, не, я сейчас ответил. Да, вы не спешите отвечать, потому что здесь есть несколько вопросов. Нам нужна ваша персональная помощь. Мы сегодня увидели, что вы проявили очень важную гражданскую позицию. Во-первых, вы не пошли без меня, как без председателя профсоюза, без шахтеров в медицинство. И министр, что он предлагал? Чтобы вы зашли там где-то в кулуарах, поговорили. И в таком бы случае решение могло быть за вами. Вы могли пойти, но могло бы возникнуть некоторое недоверие в нас всех. Это была бы политическая коррупция? Нет, не коррупция. Это выглядело так, что депутат пошел где-то с министром поговорили, договорились. Возникали подозрения. Вы делали поступок, гражданскую позицию проявили. Вы присутствие шахтеров и в моем присутствии, присутствие прессы сказали. Я не иду без Волонца, как вы сказали, я не завершен, присутствие Горняков. Я не иду без шахтеров. У меня нет секрета. Я буду говорить с министром конкретно и задавать вопросы. Вы поддержали наши требования недоверия министра, отставка министра. Теперь следующий блок вопросов. Я спросил министра, этот закон есть, но какая будет статья? Защищенная или незащищенная статья? Закон этого не определяет, министр не знает. Какой график покошения задолженных по сортным плате, источники и финансирования? Министр ничего не знает. Для селидовцев самое главное, как и для всей страны, вернуть пласты. И министр просто выкручивается, а там замешан. У нас остается все это безобразие в селе Довугле, когда люди находятся с 4 по завтрашний день, по 14 в дороге, это 11 дней. Они спрашивают, как нам быть, нам ставят прогулы, нам угрожает увольнение. И министр говорит, я ничего не знаю. Мы министру вместе с шахтерами говорим, что давайте заключим соглашение о том, что этим людям оплатить по среднему заработку. Он говорит, я ничего не знаю. То есть он не благодарен людям, он не сказал спасибо. Вот позвонил Замлинский, зам губернатора Львовской области, который отвечает за ПЭК. Тот на артистке топ. Он сказал, Николай Яковлевич, спасибо за нашу совместную победу и наше совместное дело. Позвонил сейчас Алексей Пшеничко, советник, вице-премьера, который отвечает за 100-ти на артистке. Николай Яковлевич, спасибо за наше совместное действие. И мы говорим вам спасибо. Мы вам говорим спасибо за то, что вы сделали очень много. Потому что вот такие события произошли вчера. Я был в парламенте, просто мотался, чтобы трое человек от вас были на прескоте вместе с народным депутатом Зарушко от радикальной партии. До последней минуты мы не знали, вы пройдете на прескоте или нет. Вы попали. Я разговаривал с многими депутатами, не хочу называть фамилии. Я надеюсь, что они голосовали за закон. Я им по пять раз говорил, пожалуйста, выйдите к людям, пройдите вместе с нами. Вышел, никто из них не вышел. Пусть им будет стыдно за этот поступок. Мы с вами встретились на улице Грушевска. Просто случайное совпадение. Я предложил вам пойти с нами. Вы не думаете ни минутки, вы пошли с нами. Мы с вами не обсуждали вопрос, что шахтеры придумали требования отставки министра после того, когда он обвинил пьянство. Вы приняли требования шахтерские, вы поддержали. Мы вам тоже благодарны. Мы очень надеемся, что вы будете поддерживать нас. И, ну, еще раз спасибо. Я скажу, ребят, поздравляю вас. Ребят, я уже не один раз говорил, мне не матери нетца. Они были шахтерами, мама закачивала воздух в шахту. Ее нет в живых. Отец привезли его в Урни из Москвы, потому что шахты затопили. Стахановый уголь, Лича шахту затопили 22-го съезда, затопили Максимовскую, все затопили. Сегодня они там не понимают, что идет экологическая катастрофа, что идет подтопление воды. Когда будут школы с детьми проваливаться в эти ямы, которые шахтеры подпирали, делали. Ну, понимаешь, что такое арка, сколько она стоит, 50 лет стоит. Какая разница, через сколько лет упадет школа туда, в эту яму, правильно? И сколько детей может погибнуть. Дальше. Воды, получается, подходят кверху. Какие вот? Радиоактивные, правильно? Может быть, и есть не радиоактивные. Если это радиоактивная вода, если она подойдет в грунтовые воды, то это будет страшно. Они полностью синерализованы очень сильно. Дальше. Угольная промышленность не развивается. Я сегодня сказал премьер-министр, дайте развитие угольной промышленности. Это же не шутка. 100 миллионов тонн угля есть в Носичанском бассейне, получается. Макшейдеры, старики ко мне приходят с картами, говорят, Сережа, это не копанки. Это нормальный уголь. Дайте пацанам работу, и они вам достанут этот уголь с подземли, получается. Во время войны не дали трогать пласты поверхностные. Во время войны нашим дедам, наши деды запрещали. Дальше. Ложками после войны выгребали воду, правильно? Чтобы шахты открыть. Эти же негодяи полностью уничтожают угольную промышленность. Я сегодня задал вопрос премьер-министру, как я давал слово. Сколько они, как они быстро платят России, как они быстро платят Америке, как они быстро платят Африке за уголь, который завозят оттуда по Роттердам Плюсу? Как они быстро платят? А почему нашим шахтерам, почему нашим ребятам не платят сразу деньги, которые уже уголь добыли? Уже энергию вытоптали? Уже электроэнергию подали? Почему он не вышел каждому из вас к ребятам и оскорблял о том, что кто там шахтеров? Да вот он шахтер, вот он шахтер, вот он шахтер, какая разница. У меня, даже если ты не шахтер, есть родственники шахтеров в любой области, правильно? Вышли люди свою позицию высказать. Как он имел право оскорбить шахтеров? У шахтера, да, лицо такое, в 40 лет он уже как старик, потому что он залазит, получается, в шахту, бьет. Алексей Владимирович, позвольте еще. Сергей Владимирович. Сергей Владимирович, я просто устал. Смотрите, вы защитили шахтеров, мы будем вас защищать. Мы видели, как министр избрал лучшую позицию. Он выше ростом от вас, он там качается. В рабочий день в один из сом он ходит, качается, не занимается работой. Вы стояли на отшлифованном камне. Вы не ожидали удара. Он вас ударил в грудь одной рукой, второй сводил за год. Мы готовы вас защищать, мы готовы все свидетельства. Когда вызвали вы полицию, вы пошли голосовать. А мы туда остались. Полиция говорит, мы этой темы не касаемся, что министр напал на народного депутата. И вообще отказались со мной шахтерами разговаривать на эту тему. Мы готовы все свидетельствовать о том, что министр вел себя неадекватно, агрессивно, что он напал на народного депутата. А вот он вам мстил за то, что вы просто не делали так, как он хотел. Самая большая проблема, то, что министр закрылся у себя в кабинете министерском и не запускал всего лишь представителей от шахтеров. Это профсоюзы независимые. Зависимые, какая разница? Не пускал поговорить на совещании. Постоянно полтовца унижают в этом вопросе, что его туда не запускают, закрывают двери. Да нам плевать, у нас потому что есть целая армия шахтеров. Если они думают, что Шахов не приведет шахтеров, или Волнонец не приведет шахтеров, приведем. Только мы аполитично, мы не играемся в политику, мы не играемся в какие-то политические игры, правильно? У меня отец никогда не выходил, получается, пока ему перестали платить зарплату. Нам давали зарплату на 9 тормозков всего в день. Представьте, шахтер, который хочет есть, у нас двое детей, нам давали зарплату калошами, выдавали зарплату носками, выдавали зарплату унитазами, гробами. Это было в 91-м, 92-м, 93-м годах. И поэтому мы вышли на площадь, дорохтели касками, не взяли тогда отбойные молотки. Сейчас доведена ситуация до кипения, что шахтеры могут взять молотки отбойные и прийти сюда, на эту площадь для начала, просто потарахтеть. Не выйдет министр сюда, значит, разберем это здание полностью по кирпичикам, отбойными молотками. Посмотрите, что еще важно. На первый взгляд, не для всех было понятно поведение министра, когда он не хотел отвечать за возврат ворованных кластов сына Мьянуковича. Он начал там врать, он говорил не право, приводил акценты в другой рост. Сейчас, ребята. И когда народный депутат попытался вмешаться, чтобы дать объяснение по поводу того, чтобы класты ворованы, видели реакцию министра, он сразу ударил депутата. То есть министр не хотел, чтобы ему задавали вопрос в отношении ворованных кластов. Что? История Шахтерова воли? Да. И депутат? Я пошел на защиту депутата. Полиция объясняет, что я напал на министра. Нет, не будет. Получается, что я бил министра. Сейчас все это снято.